Современные дети сталкиваются с электроникой и электричеством практически с самого рождения. Это и доступ в мир любимых развлечений, и часть учебного процесса, и помощь в домашних делах. Такова современная жизнь. О том, что электричество не игрушка, они знают. А вот в тонкостях электробезопасности разобраться помогают специалисты. По статистике, детский травматизм на электрообъектах – явление нередкое. Порой малыши просто не понимают, что любое работающее электрооборудование несет в себе реальную опасность. В этом его и опасность. То, что он не видит, не слышит и не имеет запах. Опасность поджидает повсюду. Не стоит испытывать судьбу, говорят специалисты. И в очередной раз рассказывают ребятам о том, что такое электрический ток и к каким последствиям приводит небрежное обращение с ним. В этом и состоит суть профилактики. В том, что ежегодно напоминать им о правилах электрооборудования безопасности. У них свое восприятие сложной информации. Часто для игры ребята выбирают неподходящие места, в том числе вблизи опор и линий электропередачи, трансформаторных подстанций. В городе на Березине, к счастью, происшествий нет на протяжении нескольких лет. Это во многом заслуга специалистов Госэнергогазнадзора и Бобруйских энергетиков. С начала учебного года они провели сотни полезных уроков и семинаров. Занятия приносят свои плоды. Электрический ток безопасен и полезен, если правильно обращаться с ним, соблюдать все меры безопасности. Но он может причинить вред, если не соблюдать меры безопасности, если трогать оголенные провода или лить воду на розетке. Тогда может вспыхнуть искра и получится пожар. Я с папой часто хожу на рыбалку и знаю, что под линией, где провода, рыбу ловить нельзя. На ночь нельзя ставить телефон на зарядку, потому что когда ночью он может перестоять на зарядке и может он просто взорваться. Также электрическими приборами нельзя пользоваться в ванной комнате. Привлечь внимание малышей к проблеме электротравматизма помогают красочные плакаты с акцентом на безопасность. Школьники внимательно слушают, задают вопросы и делают заметки. Ребятам интересна эта тема. И сегодняшняя встреча яркое тому подтверждение. Все прошло живо, весело, а главное познавательно для ребят. Спасибо сотрудникам за внимательное отношение к детям. В завершении встречи специалисты и госэнергогазнадзора обещают вернуться к ребятам с энергоуроком снова и дарят полезные подарки. Кто был активный? Ты у нас был активный? Ты молодец? Ты молодец? Вообще все молодцы. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.